Приветствую вас, Валерия. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Знаете, вот как мне показалось из вашего текста, основная проблема здесь в том, что вы хотите быть парой. То есть вот это такой конфликт, что я хочу быть в отношениях с одной стороны, а с другой стороны я боюсь отношений, я не уверенно себя чувствую. У меня есть опыт, негативный опыт отношений. Я довольно скептически негативно отношусь к интимной жизни, если она не укладывается в серьёзные отношения. Я особенно сильно хочу серьёзных отношений. Как бы я вообще воспринимаю себя как серьёзного человека и очень хочу серьёзного такого мужчину. Понимаете, вот чисто субъективно, да, чисто внешне у меня откладывается образ такого, знаете, очень-очень взрослого, по его мнению, человека, очень-очень взрослого ребёнка. То есть чем отличается очень взрослый ребёнок от взрослого? Тем, что взрослый ребёнок ведёт себя механистически правильно, в некоторой степени маниакально придерживается определённых правил. Но в определённых моментах, как бы, желание такого человека даёт определённость, не вырывается хаотично и делают человека зависимым. Вот вы, например, в вашем случае надеетесь на возврат того, кто не захотел разводиться со своей женой ради вас. Вы стали смотреть на мужчину старше вас на 15 лет, что говорит о том, что тяготеете вы к родителю в контексте партнёра. Вот. А сами знаете, соответственно, где хотите вести себя как ребёнок. С чего вы не можете позволить себе находясь без этого, от чего очень много интеллектуализируете, зажимаете и так далее. Может быть, мужчина решил свой конфликт с женой. Может быть, мужчина действительно в какой-то момент осознал, что уход для него слишком и вы того не стоите. В любом случае нужно принять, что человек сделал свой выбор. А вы этого принять не можете. Вы не можете принять выбор человека. И поскольку вы не пишете, что любите этого мужчину, я думаю, что вы его на самом деле не любите. А вот вы просто начали смотреть на него как на мужчину и он начал давать вам то, что вы хотели, а именно всю серьёзность. То необходимо поисследовать, что для нас эта серьёзность значит. Почему, в следствии чего, вы к ней тяготете. Тяготете сильно. Тяготете так, что надеетесь, что женатый мужчина к вам вернётся. Он, может быть, к тебе вернётся. Скорее всего. Потому что вы ему нужны. То есть здесь основой проблематики является первое. Потребность серьёзных отношений. Чрезмерная серьёзность ваша. Возможно, некоторое стеснение, некоторая скопанность, некоторая интеллектуализированность, некоторый страх. По сути, страх близости и страх предательства у вас бытует. Вот. Ну, собственно, что и вы получаете, в итоге, по своим опыту. Потому что, если человек отчаянно, ну, боится, например, предательства, да, боится, что его предадут. Вот. То он, получается, проверяет людей, да, проверяет людей, на то предадут они его или нет. Вот. И, соответственно, эту проверку может пройти, ну, могут, точнее, пройти, ну, я бы сказал, наверное, не многие люди могут пройти эту проверку. Вот. Пройти могут только те, кто, вот, это, смогут убедить, убедить, что они достойны. Вот. А убеждения – это очень часто неестественная история, неестественное поведение. Вот. Что и, соответственно, выдаёт в нём некоторую искусственность, я бы сказал. Вот. Ага. Вот. В принципе, то, что можно ответить вам на вопрос. То есть, смотрите, ваш вопрос, что послужило в отказе? Эмммм, виноваты ли я? Я была, так грубо говоря, на самом деле, потому что вы предоступаетесь. Есть шанс на возврат? Появится ли он? Как быть, этот мужчина может появиться. Вот, Валерий, Валерий, сайт выдаёт, эммм, выдаёт, эммм, то вас, что вы не доверяете. Себе. К сожалению. Ну, вот. Эммм, что вы не можете, ну условно говоря, эммм, опереться. на себя, вот у вас не получается опереться на себя, вот вы оправитесь на человека. Протом что на человека, допустим, вы оправитесь, потому что не способны опереться на себя, потому что это то, что выводит вас из такой, я бы сказал, привычной модели поведения, когда вы четко знаете, что делать. Сейчас, соответственно, что делать вы не знаете, и все. Вы не знаете, что обратные связи со стороны, со стороны, вот. Почему? Ну, потому что вы не привыкли себя чувствовать. Сейчас все, сейчас все достаточно, просто сейчас вот. И вы не привыкли себя чувствовать, не привыкли себя слышать, слышать, слышать свои чувства свои, эмоции свои, переживания, вот. Матерь такая штука. И, собственно, вот вы отчасти пытаетесь, значит, компенсировать, за счет вот, ну, такого, серьезного, значит, ну, мужчины, вот. Как мне кажется. Действительно, ну, вот такая, как мне видится, в какой-то степени, степени детского, детского позиция ваша. вот, ну, я, конечно, не веню вас, да, вот я понимаю, что, эээ, ну, это ваши трудности, вот, ваши, ваша проблематика, вот, ну, тут ничего, как бы, страшного нет, тут, ну, важно этим заниматься и прорабатывать, ну, то есть, как бы, вот, это важный такой достаточно момент, как мне кажется. World. Ага, значит, что еще? Все. Так, значит, ну, мы пытались, у меня что-то обновило общение. Ну, я бы сказал еще, что у вас есть, эээ, проблема личной ответственности, потому что, эээ, вы используете такую, эээ, правду, как мы пытались, мы, кто мы, да, то есть, как бы, есть вы, только, есть только вы, есть он, и, как бы, вы, ну, вы можете отвечать за себя. И все, только за себя можете отвечать, вот, и больше, наверное, ни за кого, вот, поэтому тут позиция, при которой вы, ну, по какой-то степени отрицаете, эээ, свою, может быть, собственную ответственность за то, что делаете или за, эээ, значит, ну, за свой вклад в, эээ, ну, то, как ваши, ваши отношения, к примеру, к примеру, развиваются, вот, допустим. Эээ, вот это, эээ, на мой взгляд, является, эээ, довольно стрелой проблематикой, вот, и вопрос здесь, конечно, в том, а хотите ли вы что-то менять, хотите ли вы, эээ, что-то корректировать, в том, вот, что происходит с вами, допустим. Вот потому что сейчас вы двигаетесь, ну, немножко не в том направлении, не в направлении, которое может вам помочь. Эээ, я понимаю, что сейчас вы проживаете, чувствуя потери. Я понимаю. Эээ, чувство потери, эээ, достаточно сильно, это правда. Нужно, эээ, нужно, поисследовать, что из себя это, чувство потери, представляет, с чем оно связано. Это чувство потери. Если, если, эээ, вы для себя, для себя сможете в этом разобраться, то я думаю, эээ, проблема, ну, не все, конечно, но, некоторая часть ваших проблем будет решена. Вот. На мой взгляд, эээ, сверху-средневные отношения, для, для вас, эээ, слишком, эээ, слишком, флажный, так, чтобы сказать, слишком флажный, эээ, слишком тяжелый, возможно, и, под форматами вы их появились, мне так кажется. Вот. То есть, на мой взгляд, эээ, нужно, эээ, помочь вам, эээ, ну, видеть, ээээ, отношения, более, эээ, простыми, более, эээ, легкими, ээээ, более, ну, может быть, вы знаете, живыми я бы сказал, а не, эээ, так как вам они видятся сейчас. Я могу понять, ээээ, почему вы их так видите и предположить это, почему вы их так видите, но это не значит, не значит, что с этим не нужно ничего, ничего делать. Поэтому, имейте, пожалуйста, это ввиду. Вот. Ээээ. И надеюсь, что вы дадите обратную фейс о том, что вы думаете про всё то, что, ээээ, ну, про всё то, что я сказал, вот, и надеюсь, что это будет начало, эээ, подотворной работы для вас. Вот. Вот. Ээээ, ну, это всё. Удачи вам. Всего самого доброго. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует...